Приветствую вас, потому что молодой, потому что кровь-кровь играет, потому что мужчины разделяют в большинстве своем секс, например, и любовь. Для мужчин это две разные вещи, потому что ваш парень, он еще не настолько созрел, не настолько стал зрелой личностью, чтобы понимать, что вас это задевает, чтобы понимать, что так говорить не нужно, вот. Но дело на самом деле не только в этом. Дело в том, что вы не уверены в себе. И я бы сказал, что эта проблема куда более серьезна, чем проблема того, почему так ведет себя ваш парень. Тот факт, что вас задевает поведение молодого человека. Тот факт, что вы не говорите ему открыто, откровенно, прямо о том, что вам неприятно. Тот факт, что вы многое держите, как бы, ну, в себе, вот, свидетельствует о невозможности для вас выстраивать доверительные, гармоничные, здоровые отношения. И я бы сказал, я бы сказал, что именно на это в первую очередь нужно обратить внимание на причины вашей неуверенности в себе. На причины того, почему вы сравниваете себя с другими. Ведь вы же понимаете, что блондинки с голубыми глазами, это совсем не то же самое, что и брюнетки с карьями. Вы это понимаете, я уверен. И если вы это понимаете, то наверняка, наверняка, понимаете еще и то, что сравнивать себя с ними абсолютно непродуктивно. А бороться, то есть, ну, как бы пытаться быть, например, более значимой. Для своего мужчины тоже мордышкин труд на самом деле. Потому что вы либо поставили себя, ну, адекватно, да? Либо вы поставили себя адекватно, либо нет. В том смысле, что вы либо смогли поставить себя адекватно с мужчиной, что он вас ценит, любит, понимает. Вот. Либо нет. Да. То есть, тут как бы вот такой аспект, такой момент. И другого-то нет, в принципе. Понимаете? Какая история. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что ваша неуверенность в себе, она играет с вами, ну, достаточно злую шутку. Вот. Но ее причины, причины этой вот самой неуверенности в себе можно раскрыть. Вы возьмете ответственность на себя за это. И сами уже самостоятельно будете действовать в направлении коррекции своего поведения. Вот. Если уж так вот вышло, что вы не уверены в себе. Но еще раз, просто чтобы вы знали, да, что ответственность, ответственность за это, лежит на вас. Ни на ком больше. Понимаете? И предъявлять мужчине, да, например, за, ну, за то, что, ну, за то, что ему нравятся там блондинки, да, например. С которыми он может быть в отношениях, но никогда не вступит. Ну, это проектирующее поведение. То есть неуверенный вы, грубо говоря, неуверенный вы, а два мужчина, вот, что ни в коем случае не является чем-то хорошим. Потому что, ну, как бы, это не взрослое поведение. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То, что можно вам дать. То, что можно ответить вам. Значит так. Вот вы пишите, что вам обидно. Обида. Это завышенные ожидания. Если вам обидно, значит, у вас совсем иные были ожидания от, ну, того же мужчины, например. Вот такой вопрос. А с чем связаны тогда ваши ожидания? Конкретно. Что вам нужно, для чего вам нужно и так далее. Вот вы говорите, что он любит вас. Ну, мужчина. Вас. А любите вы его? Любите ли вы его? Я почему об этом спрашиваю? Потому что это важно. А если вы через него пытаетесь получить что-то, для себя. Вот. Что это не совсем любовь. Надо сказать. Вот. Это я бы сказал, скорее, скорее, именно, ну, такое, знаете, созависимое поведение, созависимое отношение. Вот. Вот. И, соответственно, с этим уже нельзя работать отдельно. Вот. Надеюсь, вы меня здесь услышали и поняли. Вот. Потому что момент важный. Так что спросите себя, спросите себя, какие отношения вы хотите выстраивать с мужчиной? Какие отношения вы хотите с мужчиной? Вот. Понимаете, взрослых, если это одно, если таких вот детских, то есть играть по его детским правилам, это совсем-всем другое. что, но решать вам, понимаете, решать вам, как вы будете строить отношения, кроме вас, кроме вас, больше, пожалуй, делать. Никто этого сделать не сможет. Вот. И как только вы возьмете на себя ответственность за то, что происходит. Вот. То сразу станешь легче. Вот. Ага. Сразу нажат. Ну. Ситуация поменяется. Ситуация поменяется. Ладно. Вот. Сразу вы будете совсем иначе... ээээээээээ, ну... воспринимать что-то происходит. Ну, здесь, здесь не исключено, что нужна, понадобится помощь вам. вот так вот так вам можно ответить на ваш вопрос надеюсь что это было полезно вам если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад помочь вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи